МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Доходы и расходы. Состоялись публичные слушания проекта бюджета на ближайшие три года. Экономить выгодно. В Чебоксарах обсудили внедрение энергоэффективных технологий в ЖКХ. Открывай книгу, открываешь мир. Сегодня в Чебоксарах собрались лучшие библиотекари ПФО. Сегодня в Чебоксарах обсудили проект бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Депутаты Государственного Совета сначала рассмотрели его на заседаниях комитетов и фракций, а теперь пришло время обсудить все поправки и замечания публично. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы таковы основные задачи бюджетной политики. Проект бюджета на ближайшие три года разрабатывался с учетом новых макроэкономических условий. Он формировался по консервативному принципу, исходя из не очень благоприятных сценариев развития экономики. Изменение параметров республиканского бюджета на 2015 год по сравнению с первоначально утвержденными параметрами на 2014 год характеризуется следующими данными. По доходам у роста 2015 года к первоначальному плану на 2014 год на 963 миллиона рублей. По расходам у роста на 1 миллиард 231 миллион рублей. Дефицит увеличивается на 268 миллионов рублей. Необходимо отметить, что собственные доходы республиканского бюджета растут ежегодно более чем на 6%. Источников роста немало. Что касается доли программных расходов республиканского бюджета, то они планируются на уровне 98,8% от общего объема расходов. А вот увеличение расходов на государственные нужды вызвали неоднозначную реакцию. Представители ряда партий, входящих в парламент, считают, что в сложных экономических условиях на этой статье надо сэкономить. В целом участники публичных слушаний поддержали концепцию проекта республиканского бюджета Чувашии на предстоящие три года. Среди основных путей увеличения собственных доходов консолидированного бюджета выделили это наращивание производственного потенциала республики за счет обеспечения роста производительства труда через использование передовых технологий и современного оборудования, создание высокопроизводительных рабочих мест, запуска новых современных импортозамещающих производств, улучшение инвестиционного клипа и особое придание развитию субъектов малосреднего предпринимательства. В ближайшее время Комитет по бюджету, финансам и налогам обобщит все замечания, которые были высказаны на публичных слушаниях. Окончательное решение депутаты примут на сессии. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Не переплачивать за коммунальные услуги и потреблять столько ресурсов, сколько необходимо для нормального жизнеобеспечения. Добиться этого вполне реально. Об использовании энергосберегающих технологий в ЖКХ говорили сегодня на второй региональной конференции. В ее рамках в столице республики прошли пленарные заседания и круглые столы. Теплые полы, регулируемое отопление и даже система вентиляции по энергосберегающим технологиям становятся доступнее. Люди наконец-то стали осознавать выгоды подобных технологических новшеств. Во-первых, платишь ровно столько, сколько употребил ресурсов. Во-вторых, не мерзнешь и не задыхаешься от жары. Подачу тепла можно регулировать индивидуально в каждой квартире. Это так называемый тепловой коллектор, КРОТ. Расшифровывается как комплектный распределитель отопления. В данном случае представлен вариант КРОТ-5. То есть мы видим установленных пять теплощетчиков на пятерых потребителей. Такой шкаф устанавливается на этаже вновь строящегося дома, где подразумевается горизонтальное распределение тепла, по квартирное. На каждого потребителя установлен свой теплощетчик. Вот электронная часть, вот расходомерная часть. И также есть тут небольшой регулятор. Это позволяет индивидуально вести учет тепла в каждой квартире и регулировать теплопотребление. То есть данное устройство позволяет настроить отопление так, чтобы потребитель в каждой квартире не влиял на общее потребление в доме, не происходило разладки гидравлической системы. Новое энергосберегающее оборудование, его, кстати, можно использовать не только в жилых домах, но и на предприятиях, дает ощутимый эффект. Специалисты оперируют цифрами экономии. Приводят и наглядные примеры. В Новочебоксарске в многоквартирных домах уже активно используются тепловые коллекторы. В Чебоксарах тоже начинают устанавливать такие же в северо-западном и новоюжном районах. Чтобы ускорить процесс внедрения современных энерготехнологий, необходимы квалифицированные кадры. Таких специалистов готовят в Чебоксарах техникум строительства и городского хозяйства. Здесь есть своя производственная база. Студенты изучают систему промышленной вентиляции, кондиционирование воздуха, водоснабжение и водоотведение, электронную сантехнику. Наш учебное заведение выполнило проект по энергосбережению, в который в себя воплотил непосредственно основные задачи энергосбережения и будет выполнять функцию обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства. Я думаю, что эта отрасль сейчас очень востребована и нуждается в хороших, высококвалифицированных специалистов. И поэтому я от всей души всем желаю пройти обучение, прийти к нам в гости, ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, узнать новое и, естественно, научиться экономить. Вопрос экономии ресурсов курируется на федеральном уровне. Сейчас важно определить механизм действия, который позволит запустить в полном объеме энергозабережения в жилищной сфере. К сожалению, нам с вами довелось жить в такой достаточно стабильный период в стране. И мы понимаем, что всякие такие не очень позитивные изменения происходят в экономике, мы их видим. И в этой ситуации объективно единственный инструмент, который позволит сдерживать рост платы населения за жилье и коммунальные услуги, это мероприятие по энергозабережению. Я думаю, что по нашим прогнозам, по оценкам монастического центра, эта тема в ближайший год приобретет новое звучание, новую актуальность. И внимания ей будет уделяться все больше и больше. В Чувашии эта работа уже ведется. Сейчас в Чебоксарах готовится к запуску программы энергоэффективной модернизации уже построенных жилых домов. А в новых стараются сразу же учесть современные веяния. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. К концу этого года на территории индустриального парка в столице Республики планируется завершить строительство объектов инженерной инфраструктуры. На последнем совещании в Минэкономразвитии Чувашии подрядчики отчитались о выполнении работ по газо- и водоснабжению, формированию трансформаторной подстанции. Это позволит уже весной будущего года начать организацию производств резидентов парка. Планируется, что их будет 10. Сегодня председатель правительства Иван Маторин принял участие в выездном заседании в Уфе. Его провел секретарь Совета безопасности России и полпредпрезидент России в Приложском федеральном округе. Этим сотрудникам ДПС не страшны фразы, я сейчас позвоню кому надо. Их начальство находится в Первопрестольной. Дорожно-патрульный спецназ ГИБДД России выехал в рейд по регионам страны. Заглянул он и в Чувашию. Добрый вечер. Здравствуйте. Красивые номера здесь не помогут. Тотальная проверка коснулась в первую очередь тех, кого обычно не тормозят. Служебный транспорт подразделений полиции, прокуратуры и следственного комитета. В Алатаре на личном автомобиле попался майор из местного ОВД. В путь он выехал, не взяв документы. А ребенок на заднем сидении был без специального кресла. А где у вас документы? А встать. А в адискутстве, где у вас? Пока пьянули, понимаете. Сотрудники Центра специального назначения ГИБДД после рейда шутили, что в Чувашии им было вкусновато. В сравнении с другими регионами здесь цифры были на порядок скромнее. Например, во Владимирской области было составлено 87 административных материалов. В Нижегородской – 117, в Мордовии – 64. А в нашей республике только 58. Федералы не исключили вероятности повторного визита. Такая практика оказалась полезной. В Чувашии за последние несколько суток произошло сразу три пожара. Огонь в домах вспыхивал из-за неосторожности хозяев при курении. Несчастный случай произошел утром 7 ноября в квартире по улице Щерса в Чуваксарах. Здесь огонь удалось потушить соседям, повреждена мебель и вещи. В этот же день сгорел бревенчатый дом в деревне Ухманы Канажского района. Причиной пожара снова стала непотушенная сигарета, сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии. По счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. А в Козловке во время пожара погибли три человека. О пожаре в доме по улице Солнечной в Козловке по номеру 01 сообщили соседи, которые увидели огонь. Возгорание в одноэтажном кирпичном доме произошло в ночь с пятницы на субботу. В результате пожара полностью уничтожены внутренняя деревянная отделка, а также крыша и веранда. После тушения огня на месте происшествия были обнаружены тела трех человек. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела трех человек. Двух братьев 1970 и 1975 годов рождения, а также их 48-летнего друга, проживавшего у них с лета текущего года. По данному факту, Цивильским районным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. Как следует из ее материалов, о пожаре сообщили соседи погибших, которые увидели огонь. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении, а возможной причиной смерти погибших явилось отравление угарным газом. Тела братьев были обнаружены на полу возле кровати в жилой части дома, а их друга в прихожей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Произведен тщательный осмотр места происшествия. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы тел погибших. Проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. С начала года в Чувашии произошло 860 пожаров. В огне погибли 73 жители республики. 88 получили на пожарах травмы, ожоги и отравление угарным газом. Спасены 369 человек, сообщает Главное управление МЧС России по Чувашии. И в продолжение темы. В понедельник утром в Чебоксарах горело здание кафе в поселке Восточный. По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог. Накануне сотрудники органов внутренних дел отметили профессиональный праздник. Необычным способом поздравить стражей порядка с этой датой решили представители Общественного совета при Министерстве. Они угостили полицейских, нежших в этот день службу горячим чаем и пирожками. Сперва представители Общественного совета Иван Бойко и Этнер Егоров посетили дежурную часть МВД. Для стражей порядка, заступивших утром на службу, их визит стал приятной неожиданностью. Как отметил подполковник полиции Евгений Воронцов, большей частью дежурным, находящимся на службе круглые сутки, приходится сталкиваться с негативной информацией. Поэтому небольшое чаепитие, хоть немного, но скрасило начало их рабочего дня. Инспекторы ДПС, несшие службу на площади республики, были приятно удивлены визитом общественников. Полицейские как раз оформляли нарушителя ПДД и немного прозябли. Стражи порядка пообещали угостить выпечкой и коллег, обеспечивающих безопасность на городских дорогах. Достался пирожок и водителю, на которого как раз оформляли административный протокол. Следующим местом раздачи горячей выпечки стал стационарный пункт полиции на Красной площади. По словам сотрудников патрульно-постовой службы, в будни на заливе спокойно. А вот к вечеру некоторых граждан тянет на приключения. Есть необходимость несения здесь службы и полицейского со служебной собакой. Очень приятно, что поздравили нас. Вкусные пирожки, прекрасный чай. И на душе спокойненько заботиться о нас. И не забывать. По словам кинологов, в повседневный рацион овчарки Бегги выпечка не входит. Но в профессиональный праздник можно побаловать и четвероногого помощника. Волейбол – игра коллективная, поэтому в нее любят играть многие. Особенно те, кому свойственен командный дух. На днях завершилось открытое первенство по этому виду спорта среди силовых структур Чувашской республики. В волейбол играют более миллиарда жителей нашей планеты. Такую популярность он заслужил благодаря захватывающему игровому процессу и незатратной материально-технической базе. Считается, что впервые волейбол был сыгран в колледже Ассоциации молодых христиан аж в 1895 году. С тех пор количество любителей покидать мяч постоянно растет. В столице Чувашской республики прошло открытое первенство МВД по Чувашии. В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел России в ловкости забрасывания мяча соревновались 9 команд силовых структур и группа администрации главы Чувашии. Состязания проходили сразу в двух местах – в спортивном зале «Динамо» и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак». А полуфинальные и финальные игры открытого первенства прошли в спорткомплексе «ОМОН». В упорной борьбе бронзу завоевала команда Чувашского таможенного поста. Захватывающим был и финал первенства, где встретились команды главы Чувашской республики и МВД. Со счетом 2-0 победу одержали полицейские. Победителям состязаний были вручены кубки и медали. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Сегодня в рамках Года культуры в Чебоксарах стартовал межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Приволжского федерального округа». Каждый участник разработал и реализовал в своем регионе интересные творческие проекты по привлечению к чтению детей. С их работами познакомилась и наша съемочная группа. Конкурс на лучшего библиотекаря Приволжского федерального округа в Чувашии проводится впервые. Но проекты по привлечению детей к чтению у нас безусловно реализуются. И не один. Так Елена Васильева, заведующая одной из библиотек города Канаж, рассказала об их библиоволонтерском движении «Лис» – любителей интересной сказки. Мы вместе с подростками, библиоволонтерами, ходим в гости к детям-инвалидам и показываем им по сказкам различные купольные спектакли, театрализованные постановки, читаем им книги и носим книги домой. Потому что многие же дети-инвалиды не могут сами прийти к нам библиотеку. Поэтому мы вот приходим, библиотека приходит в гости к таким детям сама. Представители Республики Татарстан выступили с не менее интересной работой. Их проект «Разноцветные каникулы» создан и реализуется уже на протяжении двух лет. Его цель – организовать во внеучебное время познавательный досуг. В основном в этой программе, конечно, в этом проекте можно сказать игры. Но ведь ребенок играя, он уже познает. И игру он легче, в игру она легче включается. Если играет, он значит уже что-то будет познавать. А эти игры у нас как раз связаны с познавательной стороны. Победители конкурса получат грант из федеральной целевой программы «Культура России». Номинации конкурса два. Первая номинация «Лучший детский библиотекарь по привлечению детей в библиотеку». И вторая номинация «Лучший детский библиотекарь по продвижению чтения и внедрению инновационных проектов в работу детских библиотек». Есть у таких конкурсов и реальная отдача. Самые оригинальные проекты имеют шанс расширить географию реализации и прозвучать во всех регионах округа. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. По благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы в Чебоксарах открывается четвертая международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресенью России». Православный проект объединяет около ста участников, причем не только из России. Ежегодно на выставку приезжают верующие из Белоруссии, Израиля, Греции, Молдовы и Украины. Каждый из них представляет крупнейшие монастыри, храмы и подворья. Кроме выставки, еще большая часть посвящена духовно-просветительской программе. У нас будет работать дежурный священник на выставке, где любой житель может задать наболевшие вопросы. Старинные церковные утвари, облачения, ювелирные изделия, православные тематики – все это представляет интерес и для людей светских, а для верующих специально привозят храмовые иконы. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова